Им всего по 10, но все по-настоящему. Скорость и агрессивная борьба за шайбу. Эмоции через край, особенно у самых преданных болельщиков – родителей. В Пинске сейчас проходит чемпионат по хоккею среди детей. На льду белорусские команды из Пинска, Минска, Ивацевичи и Лунинца. В числе зарубежных гостей – команда Лиепая из Латвии. Два дня – 5-6 ноября и 10 игр, в ходе которых определится победитель. Первыми взялись за клюшки пинские ястребы и латвийцы. Обе команды вступили в игру с азартом, ведь хорошее начало – исхода доброго залог. С первых минут болельщики занервничали. Период закончился со счетом 3-1. Дальше все складывалось только лучше, но для гостей. Разрыв в счете увеличивался к середине третьего периода на табло 7-1. Болельщики рвут горло. На трибунах в основном родители. Причем число тех, кто поддерживает команду Лиепая, нисколько не меньше. В моей команде лично играют два внука – братья-близнецы. Тем более. И я как дедушка приехал так же. Сегодня супер. Да, мы немножко проигрываем, но проигрываем красиво, с достоинством. Супер. Дети борются, устают. Нас мало очень деток. Но мы сегодня довольны. Вы видите по мне, я кричу, вяжу. Все супер. Сегодня супер. Наши молодцы. Наши ястребы молодцы. Анна Лавренко нервничает больше остальных, ведь в команде два ее сына. Номер 17 и номер 22. У них брат есть старший, тоже занимается хоккеем. Поэтому пошло. Приходили, болели. И все, понравилось. Пошли на хоккей вдвоем. Ну, играют они в первой пятерке, поэтому впечатлений уйма. Все стараются. Молодцы. Пинчане в этой встрече сумели заработать еще два очка. Итог игры 7-3. Так не очень, потому что проиграли, могли выиграть. А так, ну, нормально. Плохо, потому что проиграли, могли выиграть. Следующие игры будем выигрывать. Стараться. Всю игру не везло. Были моменты, но шайба не шла в ворота. Как известно, не забиваешь ты, забивают тебе. И вот так вот. Вовремя не переломили ход игры, хотя моментов было куча. Ребятами, в принципе, доволен. Небольшой перерыв и снова в бой. На этот раз соперник из Ивацевичей. Игра для пинчан складывалась куда более удачно. Финальные секунды. Победа. 6-4 в пользу наших. Уже завтра пинские хоккеисты снова выйдут на лед. Сыграют с командами из Лунинца и Минска. Встречи стартуют в 9.30 на ледовой арене. Встреча с командами из Лунинца и Минска.